Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберце. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава округа Владимир Ружицкий. На минувшей неделе на территории обслуживания Люберецкого управления МВД зарегистрировано 295 происшествий. Среди раскрытых преступлений, грабежи, квартирные кражи, хранение наркотических средств, а также организация нелегальной миграции. Значит, был выявлен факт торговли несовершеннолетним на территории 2-го городского отдела полиции. Также был на территории 2-го отдела полиции выявлен факт организации занятий проституцией. Один случай дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Три пожара произошло в городском округе Люберце в период 20 по 26 ноября. По словам Максима Катаева, происшествия обошлись без жертв. Во всех случаях пострадало имущество граждан. 24 ноября Малаховка, Березовый тупик, дом 63, частный дом на две семьи, одноэтажность мансарды. В результате пожара кровля обрушилась на площади 30 квадратных метров, Октябрьский, улица Ленина, ГСК Надежда. В результате пожара в одном из гаражей обгорел мотоцикл «Ямаха» по всей площади, пострадавших нет. О работе жилищно-коммунального комплекса рассказал Дмитрий Шумский. По его словам, на прошлой неделе был получен акт готовности городского округа Люберцы к отопительному сезону 2017-2018 годов. Он подписан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Московской области. Также руководитель управления ЖКХ рассказал о ходе выполнения программ «Мой подъезд и доступная среда». Напоминаю, 1298 подъезда мы обязаны сделать. На сегодня выполнено 1223, что составляет около 95% плана. Выполнение программы «Доступная среда». Всего в программе 364 подъезда. Работы выполнены на 191. Комфортные условия для людей с ограниченными возможностями создают и люберецкие дорожники. О работах, проводимых в этом направлении, рассказал Егор Бунтин. По его словам, установкой тактильной плитки и понижением бортового камня занимаются три организации. За прошедшую неделю данные работы выполнены вдоль автомобильных дорог по улицам Юбилейная, Шоссейная и Третье почтовое отделение. Работы продолжаются. Доклад о работе единой дежурной диспетчерской службы представил Виталий Богданов. Он сообщил, что на минувшей неделе была проведена тренировка Центрального регионального центра МЧС России по ликвидации ЧАЭС, возникших в результате неблагоприятных метеоявлений. Особое внимание при отработке тренировок уделялось недопущению недостатков, имевших место при организации взаимодействия и информационном обмене между ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами Мособлэнерго и ресурсоснабжающих организаций городского округа 6 января и 29 мая текущего года. По поручению заместителя председателя правительства Московской области Максута Шадаева в рамках оперативного совещания Виталию Богданову вручили почетную грамоту за развитие и совершенствование службы 112 на территории городского округа Люберцы. Анна Троян, Луиза Егезарян, Александр Богданов и Никита Скраган, телеканал ЛРТ.